Франция. 2012 год. Весна. Франция. Это горы. Альпа. Красивое местечко недалеко от Манблана. А это я, Антон Калюжный. Здесь сбывается моя мечта, потому что с этого экзита я собираюсь полететь в Вингс-Юте. Это будет мой 97-й бейс-прыжок. Уже меньше, чем через минуту я совершу ошибку. Я пролечу черту, за которой открывшийся парашют должен спасти жизнь. А пойму я это только, когда окажусь ниже верхушек деревьев. Мой учитель Валерий Розов, наблюдающий с земли, как я влетаю в лес ненаполненным куполом, мысленно попрощается со мной. Блин, не вижу. Парашют вроде открылся. Куда-то там, в кусты, что ли? Через несколько минут я дотянусь до рации и сообщу ему, что жив, и мне нужна помощь. Жду там Туна. Сейчас посмотрим, где он и как там все идет. Беспорядка трех стран нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас меня повезут в госпиталь, и я еще не знаю, чем закончится эта история. А началась эта история на Камчатке, среди снежных просторов и горячих вулканов. Уже несколько лет подряд, гоняясь за острыми ощущениями, я приезжал именно сюда. Уже от одного и того вида переполняют эмоции. Но ты в предвкушении чего-то большего. Это эмоции от предстоящего спуска. Вот сердце застучало быстрее, и ты прикидываешь маршрут. А впереди километры нетронутого снега. Именно за этим сюда и приезжают. Это целина. Иностранцы называют ее пудрой. Мы, русские, называем пухляк или целка. Сейчас ты первый, и она вся твоя. Что на земле может сравниться с такими эмоциями? Получить их – мечта любого романтика-авантюриста. Но именно здесь, на Камчатке, судьба свела меня с человеком, который знал, как испытать более крутые эмоции. Он знал это, и за этим сюда приехал. Этого человека зовут Валерий Розен. Этот человек в буквальном смысле летал вдоль склонов, по которым мы всего лишь спускались. И это была самая крутая вещь, которую я видел в жизни. Тогда у меня и появилась мечта. Валерий Розов к моменту нашего знакомства был уже чемпионом всего – России, Европы, мира и экстремальных игр. Что он вытворял в небе, до сих пор не укладывается у меня в голове. Был легендарным парашютистом, альпинистом, а главное – бейсером. Он мог лезть на гору 20 дней, чтобы потом прыгнуть в крыльях и лететь меньше одной минуты. Я и мечтать не мог, что такой человек станет моим учителем. А он им стал. И это изменило мою жизнь. Серьезное решение – начать прыгать бейсу. Однозначно. Конечно, есть люди у меня, которых я учил прыгать и учил бейсу. Глеб Фриводин, с которым мы прыгаем, Андрей Волков, Лариса Сверленко, Антон Калюжный. Обучение бейсу действительно тема очень деликатная. Здесь ты стоишь с ним на экзисте, он прыгнул, с ним что-то случилось. Все, ну все. На тебе все стрелки. Я бы не хотел кого-то учить с нуля. Во-первых, это просто из-за ответственности. Мне не хочется больше брать на себя. С нуля – это есть некий элемент, как мне кажется, давления на человека. Человек еще не решил, хочет ли он прыгать, не хочет. То есть он хочет доказать себе, что вот он это может. За четыре года до этого интервью, в 2005 году, Розов взялся учить с нуля. А мне было необходимо доказать, что я могу стать бейсером. И вот швейцарские Альпы. Нас было пять новичков. Жена Розова Наташа и альпинист Максим. Они страховали нас на экзитах веревками и снимали это безумие на камеру. И вот этот день настал. Я на пути к своей мечте. Первый прыжок этого вспоминания на всю жизнь. По дороге местные красоты отвлекали от дурных мыслей. А эти мысли навязчиво лезли в голову. Видимо, так устроен человек, что когда ему предстоит сделать что-то крайне опасное, то организм усиленно сопротивляется и рассудок говорит – этого делать нельзя. И вот, наконец, экзит. Я смотрел вниз и не понимал, как можно отсюда прыгнуть. Ведь когда прыгаешь с самолета, высоты больше ровно в 10 раз. Но сейчас до земли 400 метров, а парашют надо открывать, когда до земли останется 150. Вот ритуальное пожелание удачного прыжка. Первым прыгал Глеб, он был самый опытный среди нас, так как прыгал до этого два раза. После его отделения стало еще страшнее. Пошел Саня Богородицкий. Он прыгал первый раз и завалил отделение. Розов выдохнул и сказал – «А, ну ты понял, Санта, да?» «Да, я понимал, что нельзя валить отделение. Но все, пропускать больше никого. Надо ползти на реку». Самое непонятное в этот момент было, как же правильно отделиться. Розов учил – первые три секунды ни в коем случае не смотреть вниз. Нельзя пускать голову. Надо вытерпеть три секунды. «Не смотри вниз. Смотри только в облаках». И потом появится поток, на который аккуратно положим. И на восьмой секунде спокойно бросаешь медузу. А если не положим? Как понять, когда эти восемь секунд прошли? И как дотянуться до этой медузы? Готов? Готов. Реди. Сет. Го. Блин. Блин. Фу, блин. Смасси. Что я вытворил во время первого прыжка, я так до конца и не понял. Блядь, что твою мать. Раны кинул мне. Фу, слава тебе, господи. Колбаснула его, короче. Когда я приземлился, я осознавал, что я живой, что я стою на земле. И в этот момент я был самым счастливым человеком. Мечта сбылась. После прыжка мы дурачились, как дети. Купались в ледяной воде. Думаю, что настоящее счастье было именно в этот момент. Реди. Сет. Ноу. И мне так хотелось, чтобы оно не заканчивалось. Ну, от Розова поступила команда укладывать парашюты и готовиться ко второму прыжку. Так что через несколько часов я снова стоял на том же месте. На том же Эльзе. Повыше вверх. Шел проливной дождь. И на этот раз прыгать было еще страшнее. Быстрее, к лесу. Вдоль долины. Или как? Вдоль долины. Как вы стоите? Справа, налево. То есть снизу долины. Куда? Снизу долины. Понял. Я знал, что меня ждет впереди. И испытывал просто животный страх по этому поводу. Все нормально? Готов? Да, да. Валера и Наташа, как заботливые родители, переживали за меня. Через четыре года я приеду сюда снимать свое кино. Кино про учителя Розова и его новых учеников Андрея Волкова и Ларису. Будет также идти дождь. И неожиданно наш съемочный процесс прервется из-за радостного события. Да, Антон, ну извини. Наташа в Москве родит сына. Бра-бра-бра. Крываем. Мы не можем снимать. Наташа Розова родила. Мы пьем уже. Мальчик, 3 600. Давайте устой сюда. Мы через 15 минут прыжать будем, уважаешь. Пока дождь не начался. Дождь уже начался, не хотел тебя встретить. Хорошо, мы будем сейчас 15 минут. А за два года до этого события, в 2007 году, и именно в этот день, случится настоящая беда. На соседнем Экзете разобьется один из нашей пятерки новичков. Если знаешь, я подозревала, что именно так и будет. Когда Наташка в конце сентября пошла, и ей сказали, ждите еще, я так и подозревала, что это будет. Но это будет через несколько лет. А пока предстояло прыгать. Молодец, Антон. Новым испытанием стало восхождение на знаменитую вершину. Эге. Пять часов. Наш Экзет находился на 200-метровой скале, примыкающей к Эггеру. Трудно представить, что именно во время такого путешествия можно встретить человека, который уже скоро сыграет важную роль в твоей жизни. Этим человеком для меня стал бейсер из Австралии Джимми Фриман, который присоединился к нам на восхождении. Когда мы с Джимми ждали веревку на очередном участке, то я спросил, Джимми, сколько у тебя прыжков? Ответ 1200 меня тогда сильно впечатлил. В свою очередь он задал мне такой же вопрос. Я бойко ответил, у меня 4 прыжка, я сделал их вчера и позавчера. Джимми сказал окей и многозначительно покачал головой. И вот мы на знаменитом Экзете. Пятый прыжок. И снова незабываемые впечатления. После этого были еще новые Экзеты и были прыжки. И каждый из них мог стать последним. Но был крайний. Животный страх перед прыжком отступал, а эйфория нарастала. И хотелось прыгать еще и еще. Вот восьмой, уже не такой, как первый. Это точно. Поездка подходила к концу. Все были живы и здоровы. А это едва ли не главное вблизи. Через несколько лет из пяти новичков прыгать бейс продолжат только двое. Так как два человека решат, что этим больше не нужно, один из нас разобьется после 97 успешных прыжков. В конце этого знаменательного года Розова пригласили в Пекин на очередное бейс-шоу. Бейс-шоу это эффектное зрелище для зрителей. А для бейсеров возможность прыгнуть с недоступных объектов, телевышек и небоскребов. Такие шоу проводились в Шанхае, Куала-Лумпуре, Франкфурте и два раза проводились в Москве. Когда в Москве прыгали с Останкинской телебашней в первый раз, я еще не был бейсером. Когда с нее прыгали во второй раз, я уже был бейсером, но не мог прыгать из-за травмы. Мне оставалось смотреть, как это делают мои друзья. С одним из них жизнь меня связала с совершенно особенным образом. С этим человеком мы столкнулись в воздухе, в свободном падении, на высоте нескольких тысяч метров. Да, это тот самый шлем, рука. А вот это тот самый человек. Хорошо, что такие уроки жизни, они кончаются, что мы можем стоять и разговаривать, и как бы оставаться друзьями. И чудо можно считать, что мы оба остались живы. В уроках жизни. Я считаю, не стоит так спешить научиться летать, как это сделал я. Мы должны были вместе с ним ехать в Норвегию. Я, чтобы прыгнуть первый раз в Винг-Сьюте со скалы. Серега, чтобы начать обучение бейсером. После столкновения я надолго заехал в Склиф. Никулин пережил легкое сотрясение мозга, доехал до Норвегии и пошел на самый безопасный в мире первый тражок. Но эти события произойдут еще только через два года. А пока мы с Розовым и его женой Наташей оказались в Поднебесной. Валера пригласила меня за компанию и сказал, ну возьми на всякий случай парашют. Парашют я, конечно, взял, но прыгать не рассчитывал. Так как для участия в шоу китайцы пригласили 22 крутых бейсера из 13 стран. Но вдруг оказалось, что главный тренер китайской сборной по бейсу Джимми Фриман. Здесь он был экспертом, слово которого решало все. Когда он увидел меня с Розовым, то приветливо подмигнул. Потом Джимми подумал, сказал, что... И многозначительно покачал головой. И это значило, пусть Антон прыгает. Китайцы немного удивились, что на одного русского стало больше. Но спорить с главным не стали. Так, имея на своем счету всего 12 прыжков, я оказался среди элиты бейсджампинга. Я обалдел от счастья и начал опять волноваться. Накануне шоу я так и не смог заснуть. Прыгать было уже не страшно. Но как точно приземлиться в спонсорский баннер, небольшие размеры которого меня сильно смущали. Я очень боялся подвести учителя. Антон сделал 13 прыжок. 13 прыжок сделал. В Пекине. Это интернешнл бейс шоу в Пекине. Это было замечательно. Мы с моим другом Антоном только что совершили замечательный прыжок. Самые красивые эти визионные интернеры города Пекина. На меня никогда не было направлено такое количество фото и видеокамер. Конечно, моей заслуги в этом не было никакой. Я был очень благодарен Джиме, с которым судьба меня свела на эгере. Но больше всего я был благодарен учителю, который повел меня на эгер. Я стал 23-м человеком в мире, прыгнувшим с пекинской телебашни. И это был еще один момент истинного счастья. Очень по-разному сложится судьба в участниках пекинского бейс шоу, сидящих за этим праздничным столом. Через несколько лет Джимми Фриман в своей родной Австралии будет лететь в Вингсьюте. Пытаясь долететь до площадки приземления, он очень низко откроется и его купол не успеет наполнить. Он влетит в деревья с ненаполненным куполом и погибнет. Эдик Краус хотел стать режиссером. Еще в Пекине, прыгая с 16-миллиметровой камерой на шлеме, он пытался в свободном падении снимать как можно дольше и открывался при этом на опасной высоте. Эта особенность его и погубит. Он сделает свой фильм о Бейси и почти сразу разобьется на одном из самых безопасных экзитов в Италии. Варк. Воздушный оператор Джеймс Гуль будет снимать полеты Розова на Камчатке. Для дополнительного дубля я дам ему свой парашют. И он до последнего снимая пролетит черту безопасного открытия. Мой черный купол не успеет наполниться. Но мягкий камчатский снег все-таки спасет ему жизнь. Ровно год уйдет на восстановление от полученной травмы позвоночника. В интернете есть печальная страница Бейс Фаталити Лист. Сейчас на ней 187 имен. В 2006 году на странице Эди Краусова друзья написали «Это был самый ужасный год за 27-летнюю историю Бейса. Разбились 13 наших братьев и сестер. Это заставило нас задуматься о том, чем мы занимаемся». И вдруг раз, и человек больше нет. То есть вот простота, с которой уходят люди от нас, погибая таким вот образом, неважно, что это был Бейс или альпинизм, парашютизм, она, вот это мое самое сильное ощущение. То есть ты вдруг понимаешь, что, ну, по большому счету, наверное, все, чем ты занимаешься, ну, то есть талия – это цена, которую ты готов платить за эти увлечения. Травмы и потери друзей останавливают многих из нас. Но самые отчаянные все равно идут дальше. Вот, пошел! «Даже вот обычный Бейс, где есть там свободное падение вдоль стены, даже если ты в треке, в так называемом, летишь, ну, в позе, позволяющей тебе улетать какое-то расстояние, это все равно не то. Полет в Инксюте, на самом деле, одна из самых потрясающих тем, которые есть в Бейс-Жан-Тыгене на сегодняшний момент. Это телепорт, реально. Инксюте – это телепорт. Вот если бы телепортация существовала в реальности, вот это, это те же ощущения. Вот ты раз – и мгновенно перенесся. И из одного места совершенно другое не похожее. Мгновенно просто. По пути еще получив массу положительных эмоций. Ну, реально, в воздухе можешь там расслабиться и получить удовольствие. Ну, реально. От мелькания пейзажа вокруг каких-то своих действий. Ты можешь увидеть какой-то там обрывчик и прижаться к нему, пролететь в нескольких метрах. То есть реально там как маленький самолетик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, за мной. Готов? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Конечно, я не мог пройти мимо полета в Винг-Сьюте. И очень рано одел крылья. Но разве такой полет не выглядит как исполнение мечты? И разве такая мечта не стоит того, чтобы быть готовым в любой момент заплатить за нее самую дорогую цену? А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот такая красота открылась на стене палаты. Пятки, кости, кости, пятки. Диагональное смещение, амплитуда, выдержка. Очень красиво. Лежу в французской больнице в городе Саланч. С кинейского открытия на Экзице. Не успел. Так все быстро происходит, что не успеешь и успеваешь. Что кажется, что вот-вот сейчас все сделаешь, потом уже делать что-нибудь. Я все равно добьюсь нормальных полетов. Обещаю. Мечта обязательно должна стоить дорого. Особенно, если она такая красивая, как мечта научиться летать. А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова